Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. Забыла, как называется мой собственный канал почему-то. Ну, в общем, интересное начало. Вот, у нас сегодня с вами новая, очень старая винтажная колода Таро в коробочке с очень ветхим состоянием, но карты очень в хорошем состоянии. Я сегодня такая довольная и счастливая, потому что мы смотрим расклад, о чем печалится король. Может быть, кто-то не поймет, но нам все понятно, да? Почему не радоваться жизни? Непонятно. Нет причин не радоваться. Радуемся всегда, в любом случае, по любому поводу, даже если все очень сложно. Радуемся жизни. Жизнь всегда должна радовать нас, а мы получаем все самые лучшие бонусы от этой нашей жизни, потому что она в основном, то, что она дает, это трудности, да? Все, что у нас связано с нашей жизнью, это всегда связь, которая обычно, ну, скажем, не так все просто, да? Всем трудно выживать, всем трудно вести дела, и сейчас еще время такое, согласитесь, непростое, да? Время, когда у нас очень много забот, и вот эти расклады, может, для кого-то, да, для уставшей женщины или женщины, постоянно бегущей за мечтой, да, за целью, это может быть и эмоциональная разрядка, и разрядка психологическая, и поддержка психологическая, и душевный покой, и, может быть, где-то отвели душу, где-то улыбнулись, где-то посмеялись, и все это очень-очень полезно для души и сердца. Карты очень красивые, я уже посмотрела, я в восторге, я их уже полюбила, я думаю, это будет одна из моих любимых колод. Я сегодня хочу очень интересный расклад для вас посмотреть, ну, посмотрим, насколько ваш король расскажет о своих печалях, я думаю, печали есть у каждого человека, никуда не денешься, наверное, мы все где-то грустим, расстраиваемся чему-то, поэтому надо посмотреть, какие печали есть у данного мужчины на сегодняшний день. Вот. Поехали, собственно. Погнали наших городских, загадали мужчину, подумали. Так, смотрите, давайте я вам покажу рубашку, потому что карты говорят, чтобы я вам показала их, потому что они очень красивые. Смотрите, какая у нас все-таки рубашка со скоробеем, обожаю просто. Египетская колода с египетской тематикой. Поехали. Сигнификация ваших отношений. Мужчину загадали, расслабились максимально. Поехали. Сигнификация ваших отношений сегодня. Пас отношений, которые очень-очень-очень странные, очень сложные отношения. Отношения, где вы, кажется, вам вот-вот-вот-вот-вот уже практически вы у, скажем так, у цели, и все получается, но вот опять получается какое-то новое колесо, и вы опять повторяете прошлое. Такое впечатление, что какие-то, ну, скажем так, перспективы и, знаете, наверное, даже события в жизни не дают вам получить эти отношения до конца, не дают вам насладиться этими отношениями до конца, потому что здесь у вас все время, как гром среди ясного неба, постоянно включается какой-то вот такой вот сюжет, в котором всегда присутствуют какие-то странные обстоятельства, обстоятельства, при которых у вас или ссора, или скандал. Это называется, помните, приключение Шурика, фильм называется «Иван Васильевич меняет профессию», где говорит вот эта Зина, говорит, Шурик прям вот тянет, устроит скандал, понимаете? Вот здесь тоже «Нету-нету» называется и «Кучи-кучами», потому что «Нима-нима» и «День Победы», как говорят у нас дома. Так вот здесь вот я хочу сказать, что идет Паш Мечей. Мужчина какой-то нервный, обиженный, такой в маленьком саркофаге здесь лежит, в очень скромном, понимаете, не очень сильно забальзамированный еще, поэтому еще есть у него тут порох в пороховницах. Я думаю, что у мужчины здесь идет очень интересный момент того, что вы для него, это бесконечный шанс, бесконечные плюшки, возможности девочки, шикарная женщина, женщина с тузом Пентакли, счастливый скоробей, который несет удовольствие, счастье, радость, рог изобилия, достаток и тому подобное. Очень хорошая женщина вы. Но, понимаете, для того, чтобы хорошую женщину получить, надо, наверное, немножко заработать для того, чтобы иметь хорошую женщину. Но в основном, конечно, если без шуток говорить, отношения очень тяжелые, очень сложные. Мужчина, видимо, в доме, в своем, имеет свою жизнь. Вы почему-то сейчас идете мне по картам, что вы скрываете от него, как вам сложно в моменте. Вы не показываете ему, как у вас здесь обстоят на самом деле дела. И мне здесь сдается, что позиция ваша более откровенна перед мужчиной, чем позиция мужчины перед вами. Понимаете? Давайте сегодня возьмем интересный оракул какой-нибудь. Хотелось бы, честно сказать, символон взять. Сейчас я его должна еще найти, обнаружить символон наш. Очень много колод, девчонки. Может, и не символон. Слушайте, а у меня здесь стоит новый оракул, который мы... Нет, это мы уже брали. Слушайте, ну вы понимаете, да? Королевства маловато. Так, но я не вижу символон, честно сказать. Я символон не вижу. Не будем занимать время. Не будем занимать время. Не видим символон, не возьмем. Будем работать на Таро. Просто слишком сильно хочется символон, но я его не вижу. У меня просто карты есть как бы такие полочки, где стоит все по по размеру. Даже некоторые колоды стоят по частоте использования, но я редко свой символон использую. Куда-то я его уже, я его уже, наверное, на первый этаж спустила. Ну ладно. Пусть подскажет нам Таро дальше, что здесь еще. Значит, это сегодня не надо символон. Пусть отдыхает. Будет ему еще время. Еще про ваши отношения. Король мечей. Ну да, наверное, не зря у нас сегодня символон отдыхает, потому что все-таки фараон Ангха, потому что у нас мужчина такой, счастливчик, который всегда знает себе цену, всегда хочет здесь демонстрировать свое величие. Посмотрите, какая уверенность здесь в себе, какая грация, какая походка. Так, что прям просто вот эти вот небольшое количество волос развивается на ветру. понимаете? Какой шальной парень. Ну да, интересно, конечно, у вас в отношениях кто-то на выборе, либо вы, либо мужчина, кто-то не свободен, а кто-то очень даже не мешает ему это быть свободным. то есть, как бы даже если или вы, или мужчина в паре, свобода, степень свободы очень высокая. Давайте так скажем, да? Поэтому здесь отношения очень сейчас такие вяло-текущие, но я думаю, кто-то из вас еще и на выборе. Очень интересно. Хорошо. Мне понравилось вот этот нулевой аркан, конечно, вообще бесконечный. Он тут идет интересно, как 22 аркан, между прочим, заметьте. Хотя 22 здесь, конечно, не светит. Хорошо. О чем болит душа нашего короля? О чем печалится наш король? Вы знаете, мир хочется покорить, конечно, однозначно. Это первое. Второе, это то, что он идет здесь у вас аж императором. по тройке кубков. Я думаю, мужчина у нас все-таки тот, кто не свободен, но очень высокая степень свободы. Это мужчина, который находится однозначно в треугольниках. Это мужчина, у которого есть дополнительные возможности встречаться с кем-то еще. Это мужчина, который себе ни в чем не отказывает. Это мужчина, который еще и очень мудро, хитро, чинно держится. Он понимает, что а мне можно. Ну, как-то так. Логика такая. И знаете, вот как бы вроде вопрос был, о чем печалится король. Но у нас император на раскладе. И король мечей. Я думаю, мужчины многих стихий сегодня зашли на расклад. Он печалится, девочки, о том, что степень ответственности у данного человека настолько огромная, что он думает, лучше бы у меня этого всего не было. Лучше бы я был простой парень, я не знаю, соседнего села, что называется. И мне не надо было покорять мир. Мне не надо было бы жертвовать, волноваться за свое состояние, волноваться за свою семью, за то, что про меня подумают, какое обо мне сложится мнение, потому что человек может потерять здесь все. По девятке жезлов он понимает, что если он будет с вами, например, если здесь об этом идет речь, мужчина понимает, что вы просто не примите его с голыми попками и с голыми яйками. Поэтому здесь он понимает, что от него может отказаться его родня. Ему просто его опозорят в своей семье абсолютно точно, стопроцентно. То есть здесь человек, который понимает, что пути назад нету. Просто уже он залез как бы в те возможные какие-то горизонты, где он залез. Я скажу, что 99% женщин, кто сегодня смотрит на раскладе, это любовницы с женатыми мужчинами, где мужчина просто не может выйти. Либо жены или бывшие жены. Здесь только такие будут карты. Только для этой категории граждан. Потому что здесь нету у меня мужчина, с которым я три раза виделась, как бы у него никого нету. Это не про вас расклад. Сразу выключаем или просто смотрим. Свои подсказки всегда можно найти. Мужчина здесь идет, что он к настоящей женщине своей мечты он паш и король кубков. Он не может прийти туда, где у него настоящая императрица. То есть мужчина не может быть женщиной, которая реально ему интересна. Мужчина не может быть женщиной, которая реально ему очень сильно подходит. Но вы поздно встретились, мои хорошие, вы поздно встретились. И из-за этого он понимает, что вы в контексте сказанного уже вы просто трепите его уже за какие-то действия, а он не может ничего сделать. Понимаете? Вот просто не может. Паш Пентакли, он говорит, я не могу тебе дать. Я просто вот как бы вроде хочу, то есть как бы шефство взять, но не могу. И везде он Паш. И Паш Пентакли, да, и Паш Жезлов, он как бы здесь действительно идет очень-очень в низком ранге. то есть рядом с императрицей он идет низкий ранг занимает, да, здесь. Я бы все-таки сказала, что это не две женщины здесь идут, те две женщины мы не рассматриваем, которые у него. Я говорю за вас конкретно за одну из этих двух. Я от вас делаю запрос, девочки, да, то есть когда вы приходите на расклад, все карты идут про вас, потому что от вас делается запрос, поэтому важно, чтобы вас проигрывал сигнификации. Он понимает, что он не может встречу организовать с любимой женщиной, он не может дать конкретики любимой женщине, он не может ответить на многие вопросы, но девочки, пожалуйста, в контексте данного расклада, хочу попросить вас не требовать от мужчины, если он вам ничего не обещал, если обещал, значит уже все, значит должен делать, делай, до свидания, не надо на раскладах сидеть годами, 2-3 года, 4 и ждать чудо, если вы реально от человека никакого обещания не получили, мы просто смотрим со стороны, наблюдаем, если вы получили обещание, человек его не сдержал, до свидания, это чем быстрее вы придете к этому, тем легче вам будет жить, так, еще, еще, карты пусть мне подскажут, как данный мужчина, вообще, сейчас, вот, по поводу вас, какие у него конкретные боли, то, что он не может, там, да, как-то действовать, конкретно, касательно вас, какие, вот, что, что ему здесь болит в душе, что у него здесь, о чем он печалится, наш король, император, да, тянет сильно и сделать ничего нельзя, тянет, прям, вот, просто против его воли, он просто говорит, я сделать собой просто не могу ничего, я не могу сделать ничего, ноль, то есть, я не могу ни прийти, ни проявиться, ни сделать какие-то особенные поступки, но люблю и все, то есть, человек любит и ему больно от того, что он, как бы, привязанный, да, и он должен идти за вами плестись постоянно, но он не может дойти до какой-то цели, то есть, это невозможно в перспективе даже, и вот он не здесь идет, как король жезлов, его это излит уже, и вы королева жезлов, жезлов рядышком, вы как пары здесь, да, но вас это обеих так раздражает уже вот эта сложившаяся ситуация, что вам иногда приходится на время вообще друг без друга побыть, то есть, как бы просто попрощаться или просто молча не трогать друг друга, не раздражать друг друга, вот просто иногда бывает так, что надо просто уйти, каждый по своим делам, каждый в свою сторону, ему вот это сейчас печалит короля нашего императора, что еще вашего мужчину, кого вы загадали, касательно вас печалит сейчас, что расстраивает, что не дает ему радостно жить, в осознании чего он здесь печалится, в осознании того, что он вас где-то обманул, а вы уже знаете, что он обманывал, а где-то он врет, но думает и надеется, что вы не думаете, что он врет, то есть, есть какая-то мечта, что может быть она не догадается, да вам догадываться не надо, вы его вот так вот уже знаете, щелкаете, как самую легкую книжку, это знаете, как сравнивать, там я не знаю, многотомники Толстого и там это Маршакап, эти стишки детские, почитай, для вас мужчина этот, знаете, не бином ньютона, явно, да, и это квадрат гипотенузы, вы поделили на сумму квадратов катетов давным-давно уже, да, поэтому вы уже все разложили там, молекулярную эту, всю эту штучку, вы раскладку сделали, уже, как бы, по мемзуркам, понимаете, по всем, ничем не удивит, то есть, уже он вас, всякими, вот этими прибаутами, приблудами, своими, вот этими, какими-то, знаете, ну, как вам сказать, по семерке мечей, вот эти вот, где-то надурил, типа, прошло, не прошло, я не знаю, как-то дешево, местечковая какая-то херня, вот, девочки, честно вам скажу, я думаю, вас это тоже достаточно сильно в нем раздражает, потому что он иногда делает детские ошибки, просто детские, знаете, сказал, забыл, обманул, надурил, вы через пять минут сидите, вот так вот, знаете, чешите себе затылок, и думайте, боже, боже, вообще, охренеть, император просто во всей красе, о таком императоре мечтала всю жизнь, да, волосы все себе вырвала на одном месте, чтоб только такой император как раз и достался, нелегко вам живется с таким императором, хочу сказать, хорошо, о чем он вообще печалится в своей жизни, в своей жизни, не только про вас, скандалы, ссоры, поездка какая-то у человека сейчас, сложные отношения в доме, тяжелые, постоянные какие-то стычки, семейные неполадки, очень сильные магические воздействия многих мужчин здесь, да, именно на мужчин, от женщин, да, здесь большие воздействия, здесь очень много обязанностей, ответственности, но ответственность какая-то может быть, где его печали, то, что, то, что он любил, за что нести ответственность, у него это уходит на второй план, то есть, что-то он здесь теряет по королю Пентакли, да, то, чем он владел, там, да, или то, что у него было, или там в семье какую-то позицию он занимал, здесь немножечко как будто бы пустеет его вот это участие в чем-то, да, то есть, это очень конкретно здесь заметно, здесь скандалы, сложности, трудности, здесь кто-то, кто просто пальцем тыкает вот так, вот так, вот так делай, да, я как бы сяду, посижу, посмотрю, понаблюдаю, а ты там себе разбирайся, да, майся, и голову ломай, как решать проблемы какие-то, что еще, но это больше бытовые, как бы проблемы показаны, что еще здесь, девчонки, идет у нас, что печалит его еще, у человека здесь финансовая дыра, в которую очень сильно уходит много денег, нету отзыва, отклика, и нету результата, человек вкладывается в какой-то либо проект, либо здесь, ну, как бы финансовая какая-то идея, в которую он вкладывается, вкладывается уже, счета нету, тому сколько он вложился, здесь нету выхлопа, нету прихода, хотя мужчина может это не показывать, не рассказывать никому, да, но то, что у него не получается, об этом не знает никто, я думаю, даже в семье, в доме, многие могут здесь не знать, если знают, то тут как раз его и дергает здесь вот это, а также, что еще, я хочу сказать, что здесь человек, который пытается, что-то со своими чувствами, да, есть женщина, которую он любит, и эта женщина, она может дать ему любовь иногда, а может иногда разочаровать, вот как будто бы, да, какие-то кубки здесь перевернуты, какие-то нет, то есть как будто бы женщина, которая то наполняет, то не наполняет, то есть занята не только им, вот эти моменты его раздражают, хорошо, совет от карт для вас, выложили всю колоду, практически, совет от карт для вас, мои хорошие, о чем, печалится король наш прекрасный, туз жезлов, знаете, идет у вас, по повешенному, не ждите, вот у вас какое-то дело, или поступок какой-то, который вы давно ждете, вы что-то ждете у моря погоды, девочки, а надо просто взять и действовать, не надо ничего ждать, надо просто идти свою дорогу, идти свой путь, не, не бойтесь, вот страх, да, какого-то, что-то не получится, останусь одна, где-то буду вот, скажем так, кому-то ненужной, ну, не бывает так, не бывает так, не бывает так, чтобы женщина была никому не нужна, все нужны, все нужны, девочки, страх очень большой, что одной быть не хочется, побудьте, поймите, что вы, кто вы, без посторонних, без того, как посторонние люди, типа данного мужчины, делают вас определенным образом, такую позицию ставят, почувствуйте себя где-то, когда-то, какая вы без него, что вы из себя представляете, как вы можете жить, какие у вас хобби, какие интересы, что вам нравится, что вам не нравится, куда вам нравится ходить, понимаете, потому что вы, для того, чтобы ему что-то показать, там, пошли с подружкой туда, там, для того, чтобы ему что-то доказать, там, поступили вот так-то, то есть, все вращается вокруг мужчины, очень много, и совет вам дан, не висеть в этой вот херне, потому что слишком много сил на нее уходит, Всем на этом спасибо, с вами была Юлия Петрова, всем удачи, давайте развивайтесь, кайфуйте от жизни, получайте удовольствие. С вами была Юлия Петрова, рада видеть вас всех на ритуале 15 июля, а я пошла, всего добра, всем пока.